Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! У меня созрело такое видео, а именно примерно тематика такая «Сколько может протянуть человек, ведя тот или иной образ жизни?» Конечно, есть индивидуумы, уникальные люди, которые в сложнейших условиях выживают, процветают, еще имеют длинную жизнь. Но если мы возьмем среднестатические данные, на мой взгляд, на мой взгляд, вот смотрите. Дается при рождении потенциал жизненной силы, и человек его, если, допустим, он начал наркоманить, так, хорошенько, лет, допустим, с 20, ну, возможно, лет до 35-40 дотянет, вжигается. То есть он исчерпал свой выжиг потенциал жизненной силы, ничего его не интересует там. Далее. Если человек начинает активно заниматься алкоголизмом, так же где-то с 20 лет пускай все это начинается, ну, в зависимости от здоровья, где-то до 40, может быть, 50 дотянет, так, если хороший, знаете, такой алкоголик. Вот. Теперь вернемся к людям, которые не наркоманят, алкоголем особо не увлекаются. Так сказать, ведут, как и все, образ жизни. И вот смотрите, примерно, что там получается. Получается следующая картина. Потенциала жизненной силы хватает до того момента, когда у человека есть зубы. Ну, это не обязательно. Это примерно лет до 45, лет до 55, вот он еще как-то может прожить без всяких особо проблем со здоровьем. То есть какие-то там будут, ну, со всем этим можно мириться и жить. А вот потом наступают такие сложные времена. И если, если вот просто так устранить какую-то там не причину, а следствие от вот этого, в кавычках, здорового образа жизни, который ведут все, ну, как все, вот мы живем как все там, то могут вырезать желчный пузырь, могут вырезать там аппендицит, могут вырезать гланды, могут еще что-нибудь вырезать, могут там какие-то там операции полостные быть, могут заменить даже этот самый сустав. Вот, ну и дальше, как бы сказать, человек думает, ну, теперь я дальше поживу. Я думаю, что вот, как в прошлом случае, хватит лет на 10-15, ну, ну, 20 максимум. Потом опять-таки какие-то серьезные проблемы. Ну, и наконец-таки, если более-менее, знаете, вот я хочу так сказать, просто придерживаться такого разумного образа жизни, ну, грубо говоря, там, где-то немножко человек там и покурил, не без того, ну, потом бросил. Где-то по праздникам выпивает, более-менее не переедает. Ну, там, ходит, что-то там следит за своим здоровьем, спокоен в своем сознании. Вот, примерно такие люди, без всяких фанатичных привычек, они так вот проживают лет примерно до 80-85. Но опять-таки, все еще зависит от количества здоровья. Крепость организма каждому человеку дается вот своя, индивидуальная. Несмотря на то, что они могут быть братьями и сестрами, но разница может быть огромная. Хотя, конечно, запас, генетический запас семьи, рода, он влияет на человека. Поэтому тут для себя, любимого, так просто-напросто сядьте и порассуждайте. Если вы, ну, хотите вот в наркотиках жизнь, в наркотическом угаре провести свою жизнь, ну, я не знаю ее, возможно, она имеет какие-то свои там особенности, прелести, пожалуйста, вы должны примерно понимать, что у вас где-то вот такой вот срок жизни. Если вы, значит, бухаете, значит, у вас вот такой. Если вы так вот просто плывете по течению и считаете, да, я как и все. Ну, такой, как и все, вот где-то, где-то примерно от 70 до 75 примерно. Ну, у некоторых и может побольше. Ну, и если вы хотите как-то пожить более-менее здоровым, при теле, при интересах, чтобы у вас какая-то живость ума была, интерес к жизни был, а не просто там покушать, там выпить, закурить, там еще что-нибудь там побузить. Ну, тогда вот хотя бы что-то там придерживаться. Ну, такие вот меня мысли посетили. Поэтому, если вот это вот случилось у вас, там что-то такое, ну, надо понимать, что израсходовали свой запас жизненных сил. И кивать на кого-то не надо, надо на себя кивать. И думать, что можно сделать для того, чтобы, если вы хотите жить. А нет, некоторые люди без сожаления, я помню, тромбофлебит жесточайший. Вот, а человек курит, ему говорят, это все от курения, там он в больнице лежал, лечился, говорит, не-не-не-не, я курить не брошу. Ну, не бросишь и не стало. Вот, вообще-то о здоровье надо заботиться намного-намного раньше, нежели начнутся какие-то там, знаете, трудности. Вот, буквально-таки, какие-то первые звоночки появились, что-то такое. Вот уже вы начинаете, вначале, работать именно просто-напросто над этими причинами. Где-то там питание поменяли, где-то там двигательной активности добавили, где-то там, ага, поспокойнее стали. То есть, это все работа над собой. И, глядишь, тогда что-то вы будете пожинать в виде какой-то такой здоровой, интересной жизни. Ну, лично мое мнение вот такое. Конечно, оно может быть у каждого свое. Просто-напросто я вот свой опыт излагаю. Как-то на 70-м году вот я чувствую себя нормально, интересуюсь. Какие-то новые вещи для меня там открываются. А если не интересоваться, а что тогда для вас откроется? Ну, примерно как-то вот так вот. Ну, намотайте себе на ус. Вот именно. Продолжительность жизни, качество жизни, что вы хотите, как вы хотите. Либо просто, да, как и все. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.